Здравствуйте! Вы на канале Инстафорекс ТВ. С вами я, Екатерина Стихина. Нефть вчера проигнорировала отчет от API по недельным запасам сырой нефти, несмотря на то, что результат оказался лучше прогнозов. Согласно отчету, подготовленным Американским институтом нефти, запасы сырья за неделю сократились на 1,280,000 баррелей после предыдущего прироста на 3,650,000. Аналитики прогнозировали рост значения на 1,1 млн баррелей. После публикации отчета нефть не продемонстрировала стремительного роста. Смесь марки WTI сегодня торгуется по 48,21 доллара за баррель. Вчера североамериканский эталон коснулся дневного максимума 49 долларов. Аналитики предполагают, что к окончанию торгового дня цены на черное золото отправятся к пику вторника. Стоит отметить, что котировки нефти вчера стали опускаться после того, как Ирак, Иран и Индонезия высказали свои сомнения относительно способности ОПЕК прийти к общему соглашению по заморозке добычи нефти. Однако нефтетрейдеров, которые смотрят на предстоящую встречу стран нефтяного картеля и России, оптимистично намного больше. Тем самым сегодня движение цен на нефть продолжает расти. Североморская нефтяная смесь торгуется сегодня по 49 долларов 22 цента за баррель, а аналитики не сомневаются в том, что бренд коснется максимума в 50 долларов за баррель. Также положительно повлияет на движение нефтяных котировок и отчет от Международного энергетического агентства по запасам сырой нефти, который будет опубликован позже. Встреча стран ОПЕК и России близится и уже на следующей торговой неделе ситуация будет разрешена окончательно. Эксперты уверены в одном точно, что торговую неделю нефтяной рынок закроет в плюсе. Будьте в курсе новостей вместе с компанией ИнстаФорекс. Мы желаем вам приятного торгового дня. Увидимся завтра.